Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! Вы знаете, чем дальше, тем вот продолжает сильнее удивлять так называемая Россия. И то, что там сейчас творится, это... Я уже не знаю, как это назвать. Просто передам вам эту информацию. Так вот, смотрите. Спикер Госдупы... Ой, Госдуры, извините. Да, так культурнее. Некий Володин, есть там такой персонаж, предложил сделать следующее. Вот эти вот многочисленные автомобили, которые оброшены русскими мужиками, которые вне политики драпали то ли в Казахстан, то ли в Грузию. Значит, они побросали свои автомобили, иногда очень даже приличные автомобили на таможне. Просто не могли их провезти туда. Ой, это целая история. С одной стороны, трагедия, с другой стороны, очень такой достойный урок тем, кто вне политики. Так вот, этот Володин предложил позабирать эти машины у людей и передать их фашистам, которые находятся на войне в Украине. Как вам такое? То есть, это как... Такое делали? В принципе, такое практиковалось в фашистской Германии, когда забирались деньги и имущество у евреев и передавалось членам нацистской партии. И вот это, собственно говоря, ничего нового Володин не придумал. Он просто воспользовался методичкой своего идейного дедушки Гитлера, которые, скажем так, очень подошли к времени правления его идейного брата Путлера. И, собственно говоря, перенес их, немножечко трансформировав. Там, где были евреи, стали вот эти вот русские мужики, если их вот так можно назвать, которые без штанов драпали в Казахстан, побросав на Россию семьи, машины, квартиры, все бросили и удрали. Вот. А этот решил, как говорится, разделить и властвовать, и вот так вот поступить. То есть, просто забрать эти машины и передать эти машины семьям бандитов, которые находятся в Украине, и террористов. Так и знаете, тут, кстати, для российского, так называемого, государства двойная выгода. Я вам объясняю, в чем. Смотрите, когда этого бандита, да, например, убьют в Украине, а это случится с вероятностью 90%. Вы все прекрасно понимаете, что с Украины назад туда никто практически не возвращается. То не надо будет давать белые Жигули семья. Нафига это делать, если уже дали у кого-то отжатую иномарку, там, или Жигули какие-то, или, ну, смотря, что там человек бросил на таможне. А зачем же? Ему скажут, этой семье скажут, не, ребятки, вот смотрите, вы же получили уже от государства автомобиль, получили, правда, ворованный. Но такое дело, вы же, вам же его передали, передали. Значит, как говорится, дулю вам, а не белые Жигули. В этом вся Россия. Слава Украине.